В тропических широтах Тихого океана в Южном полушарии существует такое явление, которое называется Эль-Минию. Спутниковая система наблюдения позволяет определить уровень океана. То есть они, пролетая на какой-то территории, могут схватить, что вот здесь происходит потепление воды, а при потеплении вода расширяется. И следствие вот такого, как говорят, спускового механизма, то есть система как бы накачивает тепло в себя океан, Явление это может быть катастрофическое, потому что неожиданно огромная масса теплой воды надвигается на их территорию. И как следствие там изменяются рыбные запасы. То есть наблюдения ведутся за всей территорией Северной Атлантики, включая моря типа Саргасово, где расположен Бермудский треугольник. Но статистика здесь такова, что да, там возможно увеличено количество определенных катастроф. Корабли терпят крушение, даже воздушные суда вдруг неожиданно исчезают. Ну возможно там есть какие-то изменения связаны и с магнитным полем, и с возникновением вот каких-то резких волновых свойств в течениях жидкости. Но его необычность связана с тем, с неким географическим его положением, при котором возможно появление необычных волновых явлений, волн очень большой амплитуды. Мы знаем о цунами, который связан с землетрясениями, но здесь речь об этом не идет. Мы знаем, что система океаническая она такова, что где-то возможно даже мельчайшие подвижки коры, то есть дна, могут приводить к вот таким всплескам волновой активности, к волнам убийцам. Скажем, регулярно образуются тропические циклоны, тайфуны, ураганы, они происходят регулярно. При каких-то условиях, связанных с конкретной температурой, давлением вот этого конкретного региона, возникают условия для неустойчивости потоков в атмосфере, когда конвективные потоки, поднимаясь вверх, вызывают сильные условия завихренности этой системы. Но эти регулярные тропические циклоны, ураганы, которые выходят, кстати, на нашу территорию Дальнего Востока тоже, они все описаны, и здесь не только спутниковая система наблюдений, но и определенные модели позволяют описать процесс, как он будет продвигаться, распространяться, изменяться. А для таких явлений, как Бермудский треугольник, ну вот не существует таких модельных описаний, которые доказывали и показывали, что при определенных условиях в океане или в атмосфере возникнут такие волновые образования, вот узкие завихренности или огромные волны огромной амплитуды, что вот неизбежно это через какое-то время произойдется. Существует специальная спутниковая система, которая как бы денно и нощно могут зафиксировать возникновение изменений, включая изменения в земной карьере, связанные с землетрясением, то, что было до этого землетрясения, и то, что стало. И видны эти все смещения. Системы столь совершенны, что позволяет наблюдать за вот этими изменениями, связанными с такими катастрофическими явлениями. Понятно, сейчас говорят, когда о глобальных изменениях, то подразумевают, что система будет более резко реагировать по мере ее нагревания, там на один, два или сколько-то градусов близких к этим. То есть будут более суровые засухи, будут более сильные наводнения. Это отрицать весьма трудно. Существует спутниковая система наблюдений, которая определяет форму земли, как говорят, геоид. Земля ведь не шар, это некая форма тыквы, она поджата и у Южного полюса, и у Северного полюса, и более выпукла в районе экватора. Когда-то глобус был однородный, Земля была достаточно однородной, но за счет того, что произошло разделение внутренней структуры Земли, появилось вот это жидкое ядро наряду с твердым, возникли условия для возникновения магнитного поля Земли. Итак, если говорить о Земле, как о земном шаре, то у Земли имеется твердое ядро, далее имеется жидкое ядро. Наконец, говорят о мантии Земли, и сверху вот кора, земная кора. Вот такая матрешка. Ядро вращается со своей скоростью, жидкое ядро формирует магнитное поле Земли. А мантия — это, так сказать, в определенной степени пассивная система с точки зрения изменения этого магнитного поля. Она как бы является промежуточным звеном с точки зрения распространения этого магнитного поля. Магнитное поле Земли, оно прецессирует. То есть магнитные южные и северные полюса, магнитные, не совпадают с географическими. Магнитное поле смещается. И действительно, данные наблюдения, но это уже не только спутниковые, за последние там столетия показывают, что, скажем, южный магнитный полюс уходит от южного географического полюса, и он уже находится в районе Индейского океана. Уже даже не в Антарктиде, а в районе Индейского океана. Это говорит лишь о том, что волчок, связанный с магнитным полем, он имеет свою ось в сравнении с тем, как вращается Земля. Но вот чтобы это приводило к каким-то катастрофическим явлениям, это пока так же трудно доказать, как доказать то, что в результате глобального потепления Гальстрим обратится в обратном направлении. Продолжение следует...